Нарек из компании Яндекс, архитектор Клауда. Нарек к нам, привет, летел далеко из Москвы, прилетел. И хорошо, что он прилетел, а я опять у него забрал кликер и ушел. Правда, у меня немножко сил голос, но ничего. Но ничего. Я бодр, да, так что давайте начнем. И давайте начинаем, да. Меня зовут Нарек Тивасян, я работаю в компании Яндекс Клауд. Вот, занимаюсь тем, что помогаю клиентам их инфраструктуру деплоить в облаке и помогаю развивать сервис, менеджер сервис по кубернетису и остальной контейнерный стек. Собственно, и поэтому мы поговорим о том опыте, который мы накопили. Ну, кратко так тоже о моем опыте. То есть я до Яндекс Клауда на самом деле в Казахстане строил облако для национальных компаний. Вот, из такого интересного тоже проекта я делал сеть для стриминга Олимпиады в Сочи, в Лондоне. Там был прям жесткий SLA и так далее. Имею опыт как с облаками, так с он премум, как с интерпрайзом, так и с сервис-провайдерами. Ну и, собственно, в Яндекс.Облаке накопил приличный опыт общения и деплоя различных инфраструктур на базе кубернетиса. И как раз об этом мы и поговорим. То есть у нас большое количество клиентов. Эти клиенты завозят к нам в продакшн с разными требованиями, на нагруженные сервисы, либо сервисы с высоким требованием по доступности, с меньшей нагрузкой. И они сталкиваются с определенным количеством проблем. Мы это накопили, и сейчас мы об этом расскажем, чтобы вы не попадали на те грабли, на которые можете потенциально попасть. Ну давайте начнем вообще с того, как выглядит сейчас такой более-менее общий сервис, который построен на базе кубернетиса. И когда мы будем говорить, ну в первую очередь, конечно, в кубернете сейчас у нас что крутит? У нас крутят какие-то фронтовые системы, типа e-com, личных кабинетов, либо, естественно, бэкэнды для мобильных приложений. Сейчас еще и игровая среда у нас идет в кубер. И здесь вот представлены как раз примеры компаний, на базе которых, которые развернули кубернетис у нас в продакшене. И, собственно, на базе чьего опыта я и буду вести свой доклад. Ну, кратко, чтобы вы понимали, как выглядит примерно типичное приложение, которое деплоится в кубере сейчас. Всегда в кластере поднят какой-то ingress-контроллер. Это как либо ingress-контроллер какой-то внутри кластера кубернетиса, либо это внешний ingress-контроллер, но про это чуть дальше поговорим. И обычно приложение разделяет по namespace, и внутри namespace уже деплоит комбинацию различных деплойментов, с которых себя представляет это приложение. Теперь поговорим, как сделать приложение более отказоустойчивым. Ну, на самом деле, первое, что нужно, о чем думать, это о том, как защитить свое приложение от сценария отказа либо ноды, либо дата-центра. В облаках дата-центра это обычно зона доступности. Как это сделать? Смотрите, в кубернетисах вообще кубернетис знает об инфраструктуре внизу. Он зависит от инфраструктуры, на которой он опирается, особенно если это менедж сервис. И, соответственно, используя эти знания, он назначает определенные лейблы на ноды. Используя знания об этих лейблах, вы можете настраивать либо антиафинити правила на свои поды, либо использовать более продвинутую схему, которая называется Pod Topology Spread Constraints, которая появилась в версии 1.19, которая вам позволит размещать разные копии вашего приложения в разные ноды, в разные зоны доступности, для того, чтобы как раз эти сценарии отказа преодолевать. Как я сказал, кубернетис знает об инфраструктуре внизу. Но кубернетис наследует все ограничения инфраструктуры и аса, на базе которого он построен. О чем здесь надо в первую очередь думать? В первую очередь, на самом деле, надо думать, когда вы решите размещать приложения с волюмами, с дисками в ваш кластер. В любом облаке диски не переедут из одной зоны доступности в другую. Поэтому, если вы используете какой-то Stateful Set, про это мы поговорим дальше, но если вы это используете, знайте, что если вы хотите сделать отказоустойчивость, например, на уровне зоны доступности, то обязательно размещайте приложения в разных зонах доступности. И, собственно, знайте, все ограничения сети, дисков, виртуалок, которые есть в облако, наследуются в кубере. Помните об этом и внимательно читайте во всех сервисах, которые используют кубер. Дальше вы будете обновлять кубернетис. Это больно сложно в менедж сервисах в облаках, это проще. Но когда вы нажмете кнопочку «Обновить кластер», то у вас практически всегда ноды будут по очереди выведены из кластеров. Когда они будут выводиться, то будет производиться кордон этих нод и дрейн подов, на которых на них находится. Дрейн — это что такое? Это знак кубернетису, что нужно все поды удалить из этой ноды и перерестартить на другой ноде. Если вы это сделаете просто так, то кубернетис возьмет все поды и рестартанет. И у вас может быть ситуация, что вы не настроили под disruption budget, анти-аффинити, у вас все копии приложений находятся внутри одной ноды, и вы получите даунтайм-приложение. Чтобы с этим бороться, используйте под disruption budget. Это политика, которую вы дадите кубернетису, и, соответственно, он будет рестартить поды, например, по одному, либо по два, то есть чтобы у вас всегда были в приложении доступны какие-то сервисы. Дальше поговорим о самом важном сервисе системном внутри кубернетис. Что важно, если этот сервис отказывает, то у вас отказывает все. У вас как бы весь ваш датаплейн будет недоступен, и вообще забудьте о том, что ваше приложение будет доступно. Это DNS. Он в кубернетисе становится кубеднс, и сейчас опирается на корднс в новых версиях. Ну, как бы сейчас это уже стал дефолт. Значит, надо этот DNS защищать. Как его надо защищать? Как бы два механизма. Первый – это оффлоудить нагрузку на него. Для того, чтобы оффлоудить нагрузку на DNS, надо использовать nodlocal DNS. Nodlocal DNS – это инструмент, который, по сути, ставит на каждую ноду кэширующий DNS сервер, и, соответственно, сильно снимает нагрузку с основного вашего DNS. Это хороший инструмент, он помогает практически всегда, но на больших кластерах даже он не помогает справиться с нагрузкой. Мы видели, что на кластерах 100 плюс нод, 200 плюс нод. По дефолту два вот этих пода корднс не справляются с той нагрузкой даже через nodlocal DNS. Как с этим жить? Нужно масштабировать корднс. Как его масштабировать? Значит, для того, чтобы его масштабировать, собственно, корднс использует специальный такой автоскейлер, который называется кубеднс автоскейлер. У него есть формула, по которой он прибавляет количество подов в зависимости от количества нод в кластере. Вот на эту формулу можно влиять. Поэтому приходите, смотрите доку кубеднс автоскейлера, и вот на больших кластерах, вот 50 плюс нод, уже надо об этом думать, стоит это тюнить для того, чтобы не получить отказа от нагрузки. Вот это были такие основные причины, по которым приложение может быть недоступно. Теперь поговорим про масштабирование ресурсов. Ну, о чем стоит говорить? В первую очередь о том, что в кубернете очень много механизмов для автомасштабирования, и все они работают по-разному и параллельно друг к другу. Мы здесь поговорим в первую очередь про два таких самых популярных автоскейлера и как раз сравним, как жить им вместе. Собственно, первый важный автоскейлер, который практически везде используется, это horizontal code автоскейлер. Это автоскейлер, который следит за какой-то метрикой, которую вы ему скажете. Например, средняя загрузка CPU у приложения. И в зависимости от этой средней нагрузки он либо прибавляет количество подов в ваш сервис, либо удаляет поды из вашего сервиса лишний. Прекрасно работает, но есть важная особенность. Когда у вас много приложений, много микросервисов в кластере, и они начинают работать параллельно друг к другу, то одно приложение может заавтоскейлиться и забрать ресурсы, например, у другого, либо забрать излишние ресурсы у кластера. Этим тоже надо управлять. Нужно сверху лимитировать потребление сервисов для того, чтобы они не конфликтовали друг с другом, особенно на большой нагрузке. Как это сделать? Вот в кубернете есть замечательный механизм, он называется ресурсквотом. И этот механизм в первую очередь направлен на то, чтобы ограничить ресурсы всего неймспейса. И с помощью него вы сможете управлять гранулярно теми ресурсами, которые у вас будут назначены. Но чтобы это все работало, вам на самом деле нужно, чтобы вы настраивали лимиты и реквесты, которые есть. Это, собственно, реквест — это нижняя граница, которую получает сервис. Лимит — это верхняя граница, которую он может потребить. Это нужно настраивать. Но никто не хочет этого настраивать, пока у него не падает приложение. И поэтому вы должны это инфорсить. Как это инфорсить? То есть инфорсить, заставлять это делать. Способов несколько. Первый способ, самый такой популярный — это лимит рейнджер. То есть вы на уровне неймспейса берете и говорите, что окей, в этом неймспейсе можно получить на под минимум столько ресурсов, максимум столько, а если ты не выбрал ресурсы, то, пожалуйста, назначь ему дефолт. Это так называемый validating webhook, admission webhook. Но на самом деле в кубере много. И вы поэтому на самом деле с помощью любого инструмента, который является webhook, например, вот open policy agent, либо куверна, которые являются policy engine, на самом деле вы можете тоже заставлять это инфорсить. То есть главное, что про это надо думать, инструмент вы уже выбираете сами. Значит, что важно. Когда вы настроите лимиты и реквесты, то в зависимости от того, какую комбинацию лимитов и реквестов вы настроите, кубер в зависимости от этого назначит приложению cost-class. Про cost-class стоит отдельно почитать. Стоит понимать, что самый важный cost-class, который считает кубер, это гарантированный cost-class. Это когда реквесты равны лимитам. Здесь кубернетис будет делать все, чтобы всегда выдать ресурсы этому сервису. Дальше есть burstable cost-class. Это cost-class, при котором кубернетис будет давать реквесты, но не будет давать, даст столько, сколько получили в реквесте, но может убить сервис, если вдруг, например, придет сервис с гарантированным cost-classом и запросит ресурсы. Есть best effort, собственно, наименьший по приоритету cost-class, когда вы ничего не настраиваете. У этих подов, собственно, наименьший приоритет. И вот если их никто не настроит, у них, естественно, не будет никаких гарантий на то, что что-то запустится. Это была первая часть про horizontal под автоскейлер. Но это как бы первая часть. Значит, в облаках и в онпремах, где у вас есть виртуализация, на самом деле, кубернетис может скейлить кластер в зависимости от того, сколько к нему было запрошено ресурсов. Для этого используется механизм кластер автоскейлер. И что важно, что кластер автоскейлер работает параллельно horizontal под автоскейлеру. И он следит за двумя вещами. Первое, он добавит в кластер ноду, если сумма реквестов подов, ресурсов, которые зареквестили поды, больше, чем есть сейчас в кластере. То есть он следит за реквестами, в отличие от horizontal под автоскейлера, который следит за какой-то средней метрикой. То есть они параллельно друг к другу работают. И когда в кластере ресурсов переизбыток, кластер автоскейлер может посчитать, что окей, я могу удалить какую-то лишнюю ноду из кластера, сделав кордонный дрейн, для того, чтобы освободить кластер от ресурсов. Он это сделает, сделает кордонный дрейн, тогда вы можете напороться на ситуацию, когда у вас предложение недоступно, потому что слишком много его копий порестартились. Для этого используйте под disruption budget вместе с кластером автоскейлером. Вот, как я сказал, автоскейлеров бывает много. Я еще не рассказал про вертикл под автоскейлер, который прибавляет реквесты или лимиты в кластер, в зависимости от нагрузки. Его в основном используют для демон-сетап. И еще есть кластер proportional автоскейлер. Вот DNS в кубернетисе, он как раз с помощью кластера proportional автоскейлера и конфигурируется. И, собственно, вот эта вот настройка куб DNS автоскейлера – это формула, по которой он прибавляет ноды в кластер в зависимости от размера. И все эти четыре автоскейлера живут параллельно друг к другу. Знаете это и знаете каждый механизм для работы. Давайте перейдем теперь к сети. Про сеть, что важно сказать. Сейчас, в 2021 году, 90% инсталляций работают следующим образом. У вас есть ingress-контроллер. Он либо один, либо его несколько. Про несколько сейчас дальше расскажу. И, соответственно, сервисы с помощью ingress получают трафик от него. Про какие вещи тут надо думать? Ну, во-первых, расскажу кратко про популярный ingress-контроллер. Естественно, сейчас самый популярный ingress-контроллер в мире – это Nginx ingress-контроллер. Наверное, на втором месте – трафик. Эти оба ingress-контроллера у нас в Яндекс.Облако используются большим количеством пользователей. И с точки зрения стабильности и нагрузки они выдерживают любой поток. Есть проблем – нет. И еще набирает популярность глу. Ingress-контроллер построен на Envoy. И в Яндекс.Облаке тоже есть, и в любом, на самом деле, облаке есть ingress-контроллер в виде менедж-сервиса, который можно использовать. Про это чуть меньше думая. В будущем, наверное, я расскажу про то, что ingress-контроллер поделился на несколько сущностей. Но это сейчас все находится в бете, даже в альфе, наверное. К этому мы когда-нибудь придем. Но вот сейчас это такая основная схема, с которой живут. И также такая новость. В Кубернетисе есть, естественно, сетевой стек. По возможности, особенно если вы используете облака, используете уже Кубернетис с Cilium. Потому что Cilium – это новая сеть для Кубернетиса. Она дает вам огромный визибилити в кластере. То есть вы будете видеть, кто как взаимодействует, по каким протоколам. Это считайте L7 Firewall в кластере. И Cilium стал частью Cloud Native Foundation. И он доступен сейчас практически во всех облаках, кроме Azure. То есть сначала он появился в Гугле, потом в Ликлауде, потом у нас в Яндекс.Облаке. Недавно его заанонсировал Amazon. Я думаю, что у Azure тоже скоро это будет. Он преми, наверное, можно его использовать. Но, наверное, им надо управлять, это посложнее. Поэтому здесь, возможно, если у вас есть деньги, можете купить Cilium Enterprise, чтобы получить вендорскую поддержку. Теперь поговорим про данные. Что важно вообще про данные, про базы данных в Кубере? Ну, на самом деле, очень все сильно зависит от приложения. Здесь нет какой-то панацеи, каждый делает по-своему. Почему? Потому что все боятся крутить базы в Кубере. Боятся, потому что базы являются, скажем так, относительно легоси-софтом. И Кубер не был рассчитан для того, чтобы с базами работать. Поэтому, если неправильно эксплуатировать базы в Кубере, то можно случайно получить потерю данных либо недоступность сервиса из-за того, что вы не ту кнопочку нажали. И что важно, что если вы живете в облаках, то на самом деле во всех облаках есть менедж базы данных, которые интегрированы с Кубером. Они живут в той же сети, что и Кубер. И они production ready. И как бы спокойно их можно использовать. Но что важно. Во-первых, не все базы данных, не все данные страшно потерять. Особенно если касается кэша. У нас очень много клиентов крутят кэш внутри Кубера. Если вдруг что-то с ним случится, ну просто как бы поды перестартуют, кэш прогревается, спокойно с этим живем. С этим нет проблем. Во-вторых, появляются клаудные эти базы данных. Их на самом деле становится все больше и больше. Можно зайти вот на оператор хаб. Айо посмотреть, какие есть базы. Но надо нажимать на каждую и смотреть, что там пишет вендор этой базы. Можно ли ее использовать в проде, либо нет. Если вы нажмете на большинство, там написано, пожалуйста, не используйте это в проде. Потому что не хотят брать риски, потери ваших данных. Но некоторые базы доступны. Например, ECD. Понятная база, которая живет. Делают сейчас интерфейсы MySQL, Postgres, поверх Куберстека тоже. Но основная схема какая? Что есть кластер Кубернетиса. И рядом с ней подняты базы данных. Большинство, естественно, используют классические базы данных, революционные, опенсорсные. И все базы данных такие, когда поднимают, особенно в облаках, то поднимают в виде такого кластера. То есть кластер баз данных. Это там ресурсы CPU RAM, которые выделены. И внутри уже кластеры нарезают базы. Идеальная схема, когда у вас у каждого приложения, ну, для сервис-провайдера, скажем так, идеальная, когда вы под каждое приложение будете поднимать свой кластер баз данных, но это дорого. Поэтому очень часто поднимают какой-нибудь кластер баз данных, типа там большой кластер Postgres или MySQL, и в нем уже нарезают базы под разные микросервисы. Подход живой, но имеет ограничение по масштабированию. То есть больше 100 баз в классической базе лучше не поднимать, потому что просто она под этой не очень рассчитана, и она просто будет падать от паразитной нагрузки, которая будет создавать много-много баз одновременно. И что надо понимать, что под любой класс баз данных вы найдете в любом облаке решение. Тут надо смотреть в зависимости от облака, но все базы уже давно являются таким популярным сервисом. Базы существуют до кубернетиса, раньше к ним подключались из контейнеров, поэтому в облаках используйте, здесь вообще никаких проблем, и лучше использовать их, чем поднимать даже самому, потому что здесь, скажем так, вы много денег здесь не потеряете. Но если вы экономите, и вам очень важно гранулярно следить за ресурсами, то в облаках есть серверлез базы. То есть традиционные базы, про которые я рассказал до этого, в них вы будете платить за ресурсы, которые потребляет кластер. CPU, RAM, диск. И ваша проблема – их утилизировать таким образом, чтобы максимально эффективно тратить свои деньги. Но есть серверлез базы, за которые вы будете платить только за запросы, которых вы делаете. В этой схеме вы можете под каждый микросервис поднимать себе базу, либо там очередь, и не переживать за то, что у вас будут простаивать ресурсы. Вот на самом деле во всех облаках есть разные серверлез базы. Они стоят практически всегда копейки, но главное их ограничение практически всегда – это проприторные протоколы. То есть вы, скорее всего, используя какую-то такую базу данных, вы не сможете уехать из этого облака, либо уехать в OnPrem, либо развернуть внутри заказчика какую-то свою инсталляцию. Поэтому внимательно подходите к использованию таких баз, если вдруг у этого будет необходимость. Теперь поговорим о работе в Prode. Здесь я, наверное, дополню доклад Ивана другими такими summaries других наших пользователей, которые занимаются продвинутым CICD. Я покажу такую эволюцию этого процесса. Начнем с такого базового простого пайплайна. Как раз тут был вопрос, можно ли использовать хелм, нужно ли использовать хелм. Вот на картинке представлен, наверное, базовый пайплайн, когда вы берете при каком-то пул-реквесте, собираете приложение, делаете юнит-тесты и собираете его в докер-контейнер, контейнер упаковываете в хелм-чарт. То есть это, наверное, у нас 99% пользователей из 500 крупных компаний живут по такой схеме. Это как бы стандартная схема абсолютно. Дальше уже начинаются детали. Вот будем говорить про детали. В самом базовом CICD пайплайне, здесь представлен пайплайн компании метр-квадратный. Это что-то типа колесного в России. И вот несколько лет назад они жили в таком пайплайне. Наверное, он сейчас улучшился. Это собирается хелм-чарт, и дальше GitLab по очереди деплоит этот хелм-чарт сначала в dev-среду, потом в test-среду, потом в staging, потом в prod. Просто приходит, делает там хелм-апдейт, и все это синхронно деплоится. Для небольших инсталляций это достаточно, это прям отличная схема. Но даже в такой инсталляции вы видите, что нужно несколько сред dev, test, stage, prod. Этим надо управлять. Управлять этим сложно. Давайте посмотрим, как управлять, облегчить управление этой схемой в облаках. И на самом деле не только. Здесь, слава богу, мы живем в 2021 году, у нас появился terraform. Terraform позволяет все вот эти среды для dev, stage, prod, которые могут отличаться какими-то там размерами кластеров, либо там на самом деле есть особенности небольшие. Вот они могут управляться кодом и декларативно. Соответственно, вы можете свои среды тоже положить в гитхаб репозиторий, тоже сделать CICD pipeline, который будет удобно управлять этими средами. Вы получите единое управление инфраструктурой и приложений с помощью кода. Terraform вышел в версию 1.0. Он очень прост в управлении, как бы используйте его максимально. Он используется большинством наших клиентов и в других облаках он тоже для очень многими используется. И для очень многих даже, если фичи нет в Terraform, то ее нет для них. То есть для многих этот инструмент сейчас стал по дефолту управлением инфраструктурой в облаках. Вот здесь как раз представлен пример того, как компания Decathlon деплоит свою инфраструктуру с помощью Terraform. Очень просто. То есть у них есть репозиторий, в этом репозитории на самом деле лежит ребранчат, DevTest и Prod. Если в этот бренд вы приходите, делаете PR, то дальше запускается CIC pipeline, который собирает инфраструктуру, делает Terraform план, и дальше уже после того, как сделал Terraform план, то применяет план на инфру. Очень удобный, и позволяет вам управлять инфраструктурой так же, как кодом. Что важно, наверное, в будущем появится еще инструмент. То есть я сказал про Terraform, сейчас набирает популярность Crossplane, который позволяет через Kubernetes управлять инфраструктурой облака. Но он так помоложе. Terraform уже вышел все-таки в версию 1.0. Соответственно, его adoption сейчас огромный, и он гораздо даже более удобный, чем Ansible для управления облаком. Потому что при всем уважении к Ямлам, Hash и Core Language чуть более проще даже для чтения и для использования. Теперь поговорим про продвинутый CD. Здесь, что важно, Иван рассказал очень интересную историю про Argo versus Flux. Это, наверное, такие самые популярные инструменты сейчас среди наших пользователей. Но не все их используют. Вот, например, вот компания… Потому что Иван правильно заметил, что это дополнительная сложность. Вообще продвинутый Continuous Deployment это всегда дополнительная сложность в управлении инфраструктурой. Поэтому надо исходить из того, чего вы хотите. Вот, от инфры. И вот здесь я представил пример CD-пиплайна, который использует компания Mindbox. Они решили выбрать Octopus Deploy. Это не GitOps инструмент. Он скорее ближе к спиннакеру, скажем так, к push-модели, а не пол-модели. Вот. Соответственно, что важно, что они используют его вместе с флагером для того, чтобы делать канаречный диплоймент. То есть, как видите, флагер, он не только с GitOps инструментами может взаимодействовать, но и с любыми. Но на самом деле он просто внутри кластера следит за метриками, которые дает сервис Prometheus. То есть, через формате Prometheus. И если что-то пошло не так, откатывай. То есть, флагер, на самом деле, мне кажется, можно использовать с любым инструментом. Здесь никаких проблем быть не должно. Также, когда вы научитесь делать продвинутые CD-пиплайны, то вы сможете решать более сложные задачи для выкаток вашего приложения. Здесь вот представлен пайплайн компании Gazprom Bank Investitions, которая запустилась полностью в Гэндекс.Облаке брокера для торговли на бирже. Здесь их принципиально важный такой момент, что они используют реализационную базу, используют Postgres, и у них очень много миграций баз происходит. А миграция баз может сломать приложение, может сломать прот. За этим тоже надо следить. И как раз они сделали отдельную среду, для того, в которой они запускают скрипт для миграции. И дальше в нем уже среда вот UAD здесь представлена. Они в ней запускают скрипт для миграции. И дальше делают тесты, что миграция не сломала в приложении. Как раз вот то, что они используют Terraform, им позволяет удобно в одном месте управлять большим количеством сред, потому что они там и кластер Kubernetes используют, кластера Postgres для своих приложений. Благодаря тому, что управлять инфрой проще, с помощью Terraform того же, они спокойно могут еще одну среду сделать для решения одной маленькой, вроде бы маленькой вещи, но супер-супер сложной, супер важной с точки зрения надежности. Давайте подойдем к концу и сделаем некоторые выводы. Что важно, что Kubernetes сейчас это де-факто вообще стандарт для любого нового приложения. То есть если вы запускаете что-то новое, если вы делаете стартап, вам, наверное, особо даже думать уже не надо. Берете, используете Kubernetes. Он позволяет вам запустить ваше приложение, начать разработку, например, условно в облаке, одном, а потом, например, поехать в другое облако. Может быть, одно облако даст много грантов, потому что вы стартап, потом грант закончится, и вы начнете думать о деньгах, и переедете в другое облако. Либо есть у нас примеры, когда начинают разработку в облаке крупной компании, целясь, что прот у них поедет, например, в их он-прем, потому что у них там сумасшедшие требования по безопасности. Так тоже делают. И Kubernetes вам позволяет иметь единый слой абстракции над вот этой инфраструктурой. То есть вы не завязываетесь на инфраструктуру. Но это в первую очередь релевантно для слоя, собственно, application layer. Для баз данных все чуть-чуть посложнее. Классических баз, с которыми привыкли все работать, к сожалению, пока не очень много кейсов, когда все это крутится в кубере. Я надеюсь, их будет становиться больше. Но основная, конечно, практика, основной подход – это то, что вы поднимаете кластер кубера, в нем крутите ваше приложение, принимаете трафик, то есть front-end, back-end крутите в кубере, собственно, базы данных вы держите рядом с кластером. Это точки зрения. Другой точки зрения тоже важный вывод. То, что Kubernetes и CloudNet в приложении, они сложны. Когда у вас много микросервисов, количество каких-то мелких ошибок и в релизах может приводить к тому, что у вас где-то будут ломаться связи, особенно когда у вас микросервис, у вас может быть 50 микросервисов в кластере, вы можете не увидеть, что там апдейт одного сломал чего-то другого, сломал что-то в другом месте. Поэтому используйте стейджинговые среды, старайтесь перед тем, как выкатить в продакшн, потестировать максимально приложение. Для этого используйте несколько сред, и, собственно, Terraform вам облегчит эксплуатацию приложения в нескольких средах. Это с одной стороны. С другой стороны, да, если приложение критичное, используйте инструменты для канарейчного диплоя. Здесь, слава богу, в 21 веке уже хватает. Еще есть там разные способы, на самом деле, как диплоиться в прод. Вы почитаете про альфа-флаги, тоже очень популярный инструмент для диплоя в кубере, вообще для любого приложения. То есть это когда вы фичу релизите в продакшн и отдаете ее только пользователям из определенного круга. Это вам позволяет на нагрузке проверить ваше приложение. Здесь исходите всегда из цели и за задачу. Вот, на этом все. Надеюсь, было интересно.